Сейчас заберем заказ. Гиллокер на фазнике я забрала. Ой, а вчера такая со мной ситуация произошла. Всем расскажу в кавычках, какой вы хороший мастер. Ну, люди разные. Мне не трудно удалить этот комментарий. Понаписала номерочки. Всем доброе утро. Добро пожаловать на канал. Мы с Настей делаем блинчики. Настюха размешать никак не может. Помочь тебе? Нет. Я камушки убираю. Может, другой венчик дать? Способ размешивать тесто для блинчиков от Насти. Сейчас Настя наиграется, и мы будем печь блинчики. Вот какая у нас гора получилась. Последние у Настюхи немножечко порвались. Но ничего страшного. Зато она сама тесто выливала. Короче, полностью сама все делала. Я здесь пока сижу в телефоне, записываю клиентов. Она последние блины сама полностью дожарила. Молодец. Идем завтракать. Сейчас заберем заказ. Герлаки. Открыть ячейку. Ох, покрылся. Все, молодец. Герлаки однофазники я забрала. Какой у меня сегодня хороший помощник. Да? Мы пришли пораньше. Я хочу сейчас выкраску сделать гейлака. Прямо на отдельную палитру сделаю. Специально для педикюра однофазники. Чтобы они лежали отдельно. И будем стараться, чтобы клиенты выбирали именно из этой палитры. Это будет сокращать и время процедуры. Надеюсь, на носкость это никак не повлияет. Пицца. Пицца. Давай я сейчас чайчик заварю. И давай на тарелку и порежу. Ладно? Не накроши бы. На тарелку. У меня сегодня только одна клиентка. Хотела перенести ее на завтра. Ну, чтобы сегодня уже день освободить и не выходить. Но у нее не получается. Поэтому вышла сегодня. Думаю, ну ладно. Ой, а вчера такая со мной ситуация произошла. Это вообще... Написала мне девочка. Ватсап. Написала, значит, захотела записаться на маникюр с покрытием. Ну, я так и так. Она меня теперь спрашивает. А сколько это будет стоить? А сколько так? А сколько эдак? Я ей все расписала. А какой материал? А какой маникюр? Я ей все расписала. Вот. Она теперь такая. А когда у вас есть окошки? Ну, я ей вот ближайшие окошки на эту неделю и скинула. Она мне говорит. Мне нужно на июнь. Ну, я уже думаю, что я весь июнь ей буду расписаться. Она же конкретно не говорит, когда ей нужно. Я просто скинула ссылку. На самозапись. И написала. Я говорю, вы можете самостоятельно выбрать дату и время. Оставила я телефон без присмотра. Тут кто-то у нас, видимо, полазил. С бабулей пообщался. И я теперь не могу найти эту переписку. Это была переписка в бизнес-аккаунте. Вот сам бизнес-аккаунт. И думаю, дай посмотрю, что она ответила. Не могу найти ее переписку. Но зато в Инстаграм приходит сообщение от девушки. А, и главное, она-то не представила даже, как ее зовут. И у нее в WhatsApp имени не было. Ни фотографии не было. А вместо имени был вопросик. Думаю, ладно. Теперь мне в Инстаграм пишет девушка. Закрытый профиль у нее, конечно же. Она мне пишет, короче, что вы за странный такой мастер. Вам клиенты пишут. А вы, типа, в логах кидаете. Я такая не поняла. Потом до меня дошло, что это именно эта девушка. Никису не хочу. Вот. И она мне пишет, что у меня очень много знакомых в вашем городе. Я всем расскажу в кавычках, какой вы хороший мастер. Думаю, блин, ничего не сделала. Распиналась, распиналась. Какие у меня услуги, какие у меня что. Я ей ссылку кинула на самозапись. И в итоге, короче, я думаю, слава тебе, Господи, что так получилось все. Что вот с такой клиенткой меня слава не свела. Вот такая у меня вчера произошла ситуация. А сегодня тоже пишет девочка. Тоже без имени, без фотографий, без ничего. И вместо имени у нее чертик стоит. Думаю, ну уж не она ли опять. Но все равно нормально так общаюсь. Все рассказала. Какие окошки, что почем. Вот. Она записалась на 26 число. Вроде все нормально. Мне нужны типсы. Я, наверное, может быть, на белые выкрасить. А, вот на эти, наверное, лучше. Ну, чтобы они отличались от основных типс. Чтобы не путаться, что вот такие миндальные, это маникюрные, прозрачные. А эти педикюрные. Да, они такие маленькие, удобные. Наверное, сюда я выкрашу. Отдельное колечко будет. Сейчас я здесь вот так выставлю стойку. Поставлю телефон. И сделаю вам такую выкраску небольшую. Так, сейчас включу свет. Конспирация у меня уровень. Бог. Итак, однофазненький выбрала самый бюджетный на сайте красотка.pro. Самый, который были там бюджетный. Но, тем не менее, марка хорошая. У меня есть от этой марки база. Пока что одна, по-моему. Я ей полностью довольна. Вот, поэтому думаю, что цветнички будут неплохие. Тем более, в педикюре-то все хорошо носится. Поэтому я в этой марке не сомневаюсь. Самое главное, чтобы это были плотненькие цветнички. Ух ты! Тут и подарочек еще, смотрите, положили. Это шампунь для волос. Очень приятненько. Заказывала прям с сайта красотка.pro. Здесь 14 цветничков. И мы сейчас все вместе с вами это выкрасим. У меня как раз записалась девочка на педикюр. Она на 9-м месяце. И чтобы я не сидела с ней 2 часа, мне уж очень жалко будет ее. Тем более, вот эту зарядку для ног. Подними, согни, выпрями. Актуально. Видите, такие маленькие бутылечки. Здесь всего лишь 5 мл. Но вы же 5 мл не выкрасите на 10 пальцев, правильно? Мне кажется, для педикюра этого достаточно будет. Оттеночки выбирала такие самые ходовые. И еще я очень надеюсь, что у них кисточка будет не огромная, а такая маленькая кисточка. Так прикольно вот это вот сделано. Смотрите, по-разному везде. Кисточка. Ой, хорошая кисточка. Она и упругая, и не широкая. Прям для ноготков, для пальчиков, для маленьких. Ой, я очень довольна, что именно такая кисточка. Розовенькие, желтенькие, голубенькие. Такие, думаю, сейчас на море, если кто будет выбирать такие оттеночки. Конечно же, хиты этого сезона. Такой гель-лак сиреневый. Еще розовый. Что-то у меня розовых, они как будто все одинаковые. 2, 4, 6, 8, 10, 14 оттенков. Вот такое сердечко сделала. Так, ну что, давайте выкрашивали. Где мои типсы? Сейчас все выкрасим. Лампу повернем сюда. И будем предлагать клиенту. Кстати, открыла YouTube посмотреть статистику. Оказывается, вас так много становится. Прям с каждым днем. И меня это радует. И даже YouTube меня поздравил, что к моим видео стали больше обращаться пользователи, что мои видео интересны вам. Я очень этому рада. Ну, хотя есть такие пользователи, которые в комментариях какую-нибудь какашку доставят. Но я не обижаюсь на таких. Бывает такое. Мне тоже не все видео нравятся. Правда, я никаких какашек не оставляю. Если мне не нравится, я просто иду дальше смотреть другие видео. Вот. Но люди разные. Думаю, ладно. Мне не трудно удалить этот комментарий. Сейчас я, наверное, приближу немножко. Я вам не рассказала, что же это за марка такая. Это марка Patrice Nail. Гель-лаки, однофазники для педикюра. Что такое однофазники? Однофазники это гель-лаки, которые не требуют подложки, которые не требуют перекрытия верхнего. Ну, то есть вы наносите вот один цветник на голый ноготок. Ну, наверное, праймером все-таки нужно будет пройтись. Но не нужно будет делать подложку для гель-лака. Вот. Значит, вот такие у нас цветнички. Номер 748. Мало того, что эти гель-лаки не требуют подложки верхнего перекрытия, еще они должны быть плотными. То есть, если гель-лак будет плотный, его перекрыть в один слой, это будет просто прям супер. Но вот этот гель-лак я вижу, да, что он не очень плотный. Хотя другого я вот такого нюдового оттенка и не ожидала. Но, тем не менее, они самого рождения. Равнивается хорошо, распределяется. Видите, прям на глазах. Хорошо, не полосят. Ну, то есть можно распределить в такой средний слой. Одним слоем. Ну, максимум хорошо. Два тонких слоя. И этого будет достаточно. Вот такой нежный оттенок. Я, наверное, отверну лампу. Пока я буду выкрашивать, я, наверное, еще вам заодно и на вопросики отвечаю. Ой, какой красивый! Ну, он витражный как будто. Он совершенно отличается от маркировки. Но он очень красивый. Я не знаю, ну как вот мизинчик выкрасить вот в такой витражный оттенок. Конечно, есть своя прелесть в таком гель-лаке. Но, не знаю. Это, конечно, может быть, он по свойствам и однофазник. Но вот по плотности нет. Но красивый. Это значит 709. Хотя, вот смотрите, если задача у нас такими сделать прям натуральные, можно так сказать, нежные ноготочки, то очень даже ничего. Номер 747. Розовый такой, пыльно-розовый оттенок. Да, вот он уже поплотнее. И его можно спокойно выкрашивать в один слой. Тоже такой нежный оттеночек. Я выбирала на сайте, и мне показалось, что вот между этими всеми розовыми есть разница. Тоже, смотрите, какой красивый. Сейчас я высушу и прям их всех сравню. Но пока выкрашу, мне кажется, что они прям схожи очень. Так, а поводу вопросов. Самый, наверное, популярный вопрос – это, в каком городе я живу. Вот этот оттенок точно можно выкрасить в один слой. Вот он очень плотный. Мало того, что он плотный, он очень красивый. Так вот, где я нахожусь, где я живу, проживаю я в Московской области, город Видное. Вот это тоже красивый оттенок. Тоже можно в один слой выкрашивать. Вообще-то на картинке каким-то он более неоновым был. Но так тоже красивенький цвет. Мне очень нравится то, что они не прям такие эмалевые, которые очень сложно выкрашиваются, полосят. А они, вот видите, вот даже переход. Вот у кутикулы не такой прям заметный будет переход. Будет очень аккуратненько смотреться. Второй вопрос по популярности. Это училась я маникюру и где? Номер 755. Вы посмотрите, какой красивый оттенок. Я проходила онлайн-курсы в школе Эми. Базовый курс маникюр и моделирование ногтей. Посмотрите, как идеально он лег. Да? Круто. По итогу получила я диплом для государственного образца. Так что с этим все в порядке. Следующий оттенок 757. Такой какой-то красно-оранжевый, терракотовый, кирпичный. Вот я не знаю. Камера немножко по-другому передает. Тоже плотный оттенок. Тоже выкладывается в один слой. Это я сейчас полусухой кистью практически крашу. Также спрашивают в комментариях, могу ли я рекомендовать эту школу. Мне понравилось обучение там или нет. Отвечаю, что да, я могу рекомендовать. Если вы самодисциплинированный человек и не будете, допустим, купили вы эти курсы и забросили. Как я, на полгода. Ну, потому что у меня была основная работа. И я в основном, ну, как бы то в дороге училась, то еще как-то. И я-то проходила, прослушивала все уроки, но у меня не было возможности отрабатывать. Там после каждого урока нужно делать отработку, отправлять свою работу на проверку. У меня не было такой возможности. И, ну, я делала по мере возможностей. И поэтому у меня прям так затянулось это практически на полгода. А так, да, то есть, если там куратору не нравится ваша работа, как вы выполнили, вы будете ее переделать до тех пор, пока ему не понравится. Номер 765, сиреневый оттенок. Тоже очень плотный оттенок, тоже классный. Такой нежный, красивый. Интересно, а ими можно вообще на руках делать маникюр или нет? Мне кажется, нету разницы, да? Следующий оттенок 739. И следующий вопрос. Где я работаю? Я работаю в квартире. Чья это квартира? Эта квартира моя. Работаю в своей квартире. Планировали вообще эту квартиру сдавать. Но спасибо мужу. Я у него спросила, можно ли мне попробовать вообще, ну, как бы заняться маникюром. Потому что я изначально пробовала дома. Но дома, к сожалению, так уголка себе и не нашла. Работать в спальне мне не хотелось. Вот. И поэтому спросила у мужа, могу ли я здесь попробовать себя в этой сфере. Он согласился. И вот я уже работаю. В июле будет год. Как я работаю здесь? Тоже очень красивый, смотрите, оттенок. Ну, вообще прям шикардосный. Следующий оттенок 766. Эти уже оттеночки идут такие, знаете, морские какие-то. Ой, он тоже такой, знаете, прям нежно-нежно такой. Какой-то серовато-сиреневый, что ли. Работаю я здесь не одна. Работаю с коллегой. И, кстати, это коллега еще и по моей прошлой работе. То есть мы работали с ней вместе в МФЦ. Теперь вместе занимаемся маникюром. Так вот нас свела судьба. Следующий оттенок 775. Красивый такой прям синий оттенок. Я сейчас выкрашиваю эти оттенки и прикидываю уже, как я буду выполнять педикюр. И, кстати, будет очень непривычно без базы, а сразу прям на голый ноготок наносить цветник. Как потом это все спиливать? Мне кажется, прям очень просто. Потому что ноготочки-то толстые на ногах. И нет такого большого риска прям перепилить при снятии покрытия цветника, я имею в виду. Ну, по крайней мере, не прям допиливаться, да, все фрезой, а пилочкой. Вот этот, смотрите, уже сложнее выкрасить. Он как-то немножко плешивит. Видите, сколько я его уже крашу-крашу. Немножко дать полежать, чтобы он выровнялся. Ну, я имею в виду, фрезой не допиливаться прям до голого ногтя, а спилить по максимуму, насколько это возможно, а потом доработать пилочкой, либо доработать алмазной фрезой. Ну, более-менее так, все равно второй слой нужен. Следующий оттенок 717. Очень плотный оттенок и цвет такой красивый. Вот, ну вот прям в два штриха буквально выкрасила плотненько. 773. Цвет такой голубой волны. Тоже новый оттенок я придумала. Тоже ложится очень хорошо, прям с одного слоя сушу в лампе. И последний оттеночек в моей сегодняшней коллекции 772. Прям выкрашиваю, представляю себе прям такую какую-то голубую лагуну. И хочется сразу на море. В принципе, тоже неплохо ложится с одного слоя. Вот они все типсики. И знаете, что действительно, да, я думала, еще топом перекрывать надо, я совсем забыла. Они не имеют липкости, то есть это все, это готовое покрытие. Вот, нанесла в один слой вот это все. И все, и красота. Вот это, наверное, только вторым слоем перекрою. И все. Остальные и так хороши. Я вот здесь уже понаписала номерочки. И сейчас вот таким образом наклею на типсы. И все. И будет палитра готова. Вот такая получилась палитра. Мне кажется, нормально. Достаточно оттенков. Ну, можно еще что-то докупить. Они, в принципе, стоят там в районе 175 рублей. Можно будет еще что-то докупить. Ну, посмотрите, каких оттенков не хватает. Вот. И тут я написала умножить на два. То есть это два раза нужно покрашивать. Вот здесь этот типс выкрашен в два слоя. Остальные все в один слой. И такой гиллак тоже имеет место быть. Знаете, в каких целях можно их использовать? Можно использовать их для френчика. То есть там же и не нужно прям такое покрытие, да? Ну, скажем, такое. Если своя пластинка хорошая, без синяков, без анихолитисов, можно просто в тоненький слой такой полупрозрачный покрыть ноготок и сделать френчик. Здесь немножко темноватый, потому что в два слоя. В один будет отлично. Вот. Вот этот что-то сморщился. Но я периодически добавляла типсы в лампу. И где-то оставалось по 10 секунд. Видимо, попал на такой промежуток времени и не просох. Немножко сморщился. Вот так. Мы тут, по-моему, гелем, да, укрепляли? Угу. Я уже отпустила первую, вернее, первую, единственную девочку на сегодня. У меня больше никого нет. Вот. Время уже 6 часов. Она у нас была не ранее пташка. И сейчас я опять переливаю. А переливаю на этот раз, наверное, побольше надо было. На этот раз я переливаю базу Рунейл. Она что-то у нас так хорошо пошла. Вот эту базу. Она так хорошо. Ну, зато за счет того, что она густая, выравнивание хорошо ей делать. Я брала вот такую же. Вот сколько здесь? 30 миллилитров. А здесь 10. Можно было бы вот эту крышку убрать и сюда вот так завинтить этот колпачок, чтобы не мучиться? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...